Здравствуйте! В прямом эфире православная энциклопедия. Сегодня мы будем говорить на тему, которая в последние годы не раз была в центре острейших дискуссий. Почему под эгидой современного актуального искусства все чаще проводятся кощунственные акции? Что заставляет людей, именующих себя художниками, поэтами, музыкантами, объединяться под лозунгом «Осторожно, религия!» Какие цели преследуют авторы недавно нашумевшей выставки «Запретное искусство-2006»? И как на это должны реагировать общество, церковь и верующие люди? Мы вас просим принять участие в этой дискуссии и ответить на интерактивный вопрос. Может ли, по-вашему, настоящее произведение искусства быть кощунственным? Если ваш ответ «Да», позвоните по телефону 995-81-11. Если нет, наберите 995-81-12. Наш гость сегодня – писатель, автор нашумевшей статьи «Право на мракобесие» Александр Кабаков. А начнем мы, как обычно, с новостей православной жизни. В праздник Иверской иконы Божьей Матери патриарх Московский Исия Руси Алексей совершил божественную литургию на патриаршем подворье Никола Перервинского монастыря. Одна из главных его святынь – Иверский собор. Он был построен в самом начале 20 века. Перед Великой Отечественной войной храмы Перервинской обители были закрыты. Ее возрождение началось в начале 90-х годов. Десять лет назад в Никола Перервинском монастыре открыли духовное училище, недавно преобразованное в семинарию. По окончании богослужения святейший патриарх возглавил крестный ход и молебен у списка Иверской иконы Божьей Матери. Учащиеся воскресной школы, действующие при Никола Перервинском монастыре, подарили его святейшеству воздушные шары с пасхальной символикой. Приняв подарок, патриарх Алексей к восторгу детей предложил отпустить шары в небо. В Москве открыта выставка фотохудожника Георгия Колосова. Она состоит из трех частей, но все они посвящены светлому Христову воскресенью. Всякое дыхание – так называется цикл фотографий, рассказывающий о природе русского севера. Все снимки сделаны простыми самодельными однолинзовыми объективами. Другая серия фоторабот Колосова «Воистину воскресе» сделана в храме, где Георгий работает сторожем, а на фотографиях – жизнь храма и те, кто молится рядом с ним. Снимки отпечатаны с одного негатива, без компьютерных технологий. Всякое церковное действие – это всегда действие в тайне, прикосновение к этой тайне. И это, собственно, и есть главное, что должно направлять фотографа в церкви. Последняя по времени серия работ фотохудожника посвящена сестрам Свято-Троицкого Новоголутвенного монастыря. Цикл носит название «Сестры радости». Выяснилось, что без прямого участия монахинь выставка могла бы вообще не состояться. Сестры стали не только героинями замечательных портретов, но помогли молитвой и делом. Они, собственноручно, за пару дней отремонтировали выставочный зал фотоцентра на Говлевском бульваре, изготовили подставки для фотографий, да еще и пирогов на петле, для гостей. 15 апреля в Москву доставят десницу святителя Спиридона Тремифунского. Она будет привезена греческой делегацией, специальным авиарейсом с острова Корфу, и уже вечером того же дня в храме Христа Спасителя состоится праздничное богослужение. 18 апреля десница святителя будет перенесена в Данилов монастырь. А в период с 26 апреля по 15 мая ей смогут поклониться прихожане православных храмов Тулы, Калуги, Брянска, Орла, Липецка, Воронежа, Тамбова и Рязани. Святой Спиридон Тремифунский родился в конце 3 века на острове Кипа. Он сыграл значительную роль в истории христианства, чудотворной силой доказав на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога. Он взял в руку кирпич и сжал крепко его. Вниз из этого кирпича пошла вода, вверх взметнулось пламя, в руке осталась глина. Вот так он явно явил прообраз святой Троицы. Как и много веков назад, верующие считают Спиридона Тремифунского чудотворцем-целителем, защитником бездонных и больных, а также помощником тех, кто занят в торговой и финансовой сферах. Принесение в Россию тесницы Спиридона Тремифунского новая веха в отношениях русской и элладской церкви. Никогда прежде православные верующие нашей страны не имели возможности поклониться теснице столь почитаемого в России святого. В истории нашего Отечества было немало ситуаций, когда творческая интеллигенция, властители дум шли на конфликт с церковью. Можно вспомнить картины передвижников, знаменитый сельский крестный ход на Пасхе Перова, богоборческие стихи Демьяна Бедного и Эдуарда Багрицкого. А в годы хрущевской оттепели, которая воспринималась как начало прекрасной эпохи свободы, интеллигенция не заметила нового витка гонения на церковь. О поколении шестидесятников расскажет наша постоянная рубрика «Архив православной энциклопедии». В самом конце 50-х годов, во времена хрущевской оттепели, в стране наступает стремительный расцвет всех видов искусства. Дыхание новой жизни приходит в кино, на театральные подмостки, в литературу и поэзию. Появляются пьесы Розова с их оптимистической устремленностью в будущее. Публикуются стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского, начиная в свои спектакли театры «Современник» и «Таганка». Новые политические лидеры страны во главе с Хрущевым активно поддерживают устремление творческой интеллигенции. Партия поощряет молодых авторов, возрождающих в искусстве подзабытую эстетику большевизма. На занятиях в литературном институте тогда еще студентка Белла Ахмадуина заявляет о том, что революция переживает кризис и дело молодых поэтов – помочь революции. После 20-го съезда КПСС с его разоблачениями культа личности Сталина в искусство стремительно возвращаются революционные темы. Неслучайно герой Олега Табакова борется с мещанством с помощью шашки легендарного деда, героя гражданской войны. И Булат Акуджава поет про комиссаров в пыльных шлемах той же поры. В живопись, скульптуру, монументальное искусство приходит авангард. Все эти события происходят на фоне нового витка гонений на церковь, затеянных Хрущевым. С 1958 года в стране идет массовое закрытие православных монастырей и храмов, насильно сокращается число духовных семинарий и академий, дискредитируется целый ряд архиереев и священников. Под предлогом ремонта закрывается Киево-Печерская Лавра. Всего в годы так называемой Хрущевской Оттепели было закрыто около 30 монастырей и свыше 6 тысяч храмов. Организовано массовое преследование верующих, что выливается в повсеместную регистрацию крещения, венчания и отпевания. Для многих подобные действия властей грозят исключением из института увольнением с работы. Столичная интеллигенция в ту пору возмущается критикой Хрущева на выставке изобразительного искусства в Манеже и не замечает массовых гонений на церковь. Нам всем грозит свобода. Свобода без конца, без выхода, без входа, без матери и отца. Посередине Руси, на весь прошедший век, и я ее страшуся, как честный человек, писал в конце 80-х годов авангардный поезд концептуалист Дмитрий Пригов. Мог ли он предположить тогда, что его слова кажутся пророческими? Попытки сыграть на чувствах верующих, к сожалению, не новы. В январе 2003 года в выставочном зале Сахаровского центра открылась выставка «Осторожная религия». 40 авторов представили свои работы, которые трудно было назвать художественными. Кощунственные надписи на иконах, изуродованный лик Богоматери. Но уже через три дня шесть алтарников замоскворецкого храма святителя Николая в Кыжах опрокинули часть наиболее кощунственных экспонатов выставки и замазали их краской. Алтарники добровольно сдались милиции, а в Сахаровском центре прошла пресс-конференция, на которой авторы выставки защищали свое право рубить топором православные иконы. По их мнению, это не надругательство, а творческое самовыражение. Я чувствую, что я не имею прав. Вот люди, которые устроили эту выставку, они говорят о правах человека. Они имеют право оскорбить громадную группу людей. Только спустя месяц после скандальной выставки было возбуждено уголовное дело в отношении ее организаторов. Их обвинили в разжигании религиозной розни. Тем временем, 11 августа замоскворецкий районный суд полностью оправдал алтарников, поддержать которых к зданию суда пришли тысячи верующих. Но прошло время, и в марте 2007-го в этом же выставочном зале Сахаровского центра открылась новая провокационная выставка «Запрет на искусство-2006». Зрителям предлагалось подглядывать в небольшие отверстия в гипсокартоне на работы, которые в минувшем году были запрещены к демонстрации в других выставочных залах. Порнография с подписью «Слава России!» спаситель на рекламе Макдональдса, мат на фоне распятия и казанская икона из черной икры. Если в первый раз выставка вызвала бурную реакцию общества, то следующее уже ничего кроме омерзения не вызывало. Возможно, многие художники-авангардисты почувствовали, что подобное направление – это дурной вкус. И выставка «Верю», проходившая примерно в то же время в Москве, показала, что современные радикальные художники не только эксплуатируют религиозную символику, но и пытаются сказать что-то свое. Не так легко художникам всю жизнь, занимавшимся определенным искусством, сразу перестроиться. Это скорее попытка перестроить не общество, не культуру, а себя. И если церковь занимается последними истинами, то кто-то же должен готовить людей к предпоследним истинам, приучать к тому, что красота, она существует немножко даже отдельно от выгоды. Выставка «Верю» проходила под девизом «Проект художественного оптимизма». Однако оптимизма здесь было немного. Очень мало, как бы, действительно, таких благородных работ. Ничего светлого не оказалось. Отношение человека с Богом, я думаю, должно быть более оптимистично, более таким, ну, хай, чтобы вообще, потому что жизни так хватает такого депрессивного, нижа. Вот работа «Прыжок в высоту». За типичной спортивной планкой для прыжков в высоту чернеет глубокая могила. Надо прыгать, нужно стремиться эту планку преодолеть, нужно ее поднимать, нужно что-то такое делать, чтобы не закончились твои прыжки, и ты продолжал еще быть вот в этой жизни. Среди сотен экстравагантных работ – современная фреска «Души праведных в руке Божьей». А рядом с ней – старая фреска 17-го века – падение Вавилона, которую три современных художника отреставрировали как раз накануне выставки. Мы, когда увидели и раскрыли это, падение Вавилона, то есть ангел кидает, ну, как в стихе в 18-м это написано, кидает камень в виде жирного. Знаете, когда мы увидели там с Владимиром, с Александром, мы просто удивились, что значит мы на правильном пути, значит мы сделаем действительно что-то нужное и необходимое. Эта фреска – как символическое предупреждение современному искусству, которое само выбирает – упасть вместе с Вавилоном или спастись на пути к Богу. И этот выбор еще не сделан. Мы просим всех наших телезрителей принять участие в интерактивном опросе. Наш вопрос звучит так. Может ли, по-вашему, настоящее произведение искусства быть кощунственным? Если ваш ответ – да, позвоните по телефону 995-81-11. Если нет, наберите 995-81-12. Наш гость сегодня – писатель Александр Кабаков. Здравствуйте, Александр Абрамович. Здравствуйте, Борисович. Александр Абрамович, вот мы сейчас видели хронику событий, выставки «Осторожной религии», которая прошла несколько лет назад. И там был разговор о том, как православные алтарники разгромили эту выставку. Вот такое действие вызвало такую неоднозначную реакцию, в том числе и внутри церкви. Кто-то считал, что это правильно, кто-то считал, что они палку перегнули. Как вы считаете, вот это правильный ответ на подобное кощунство? Можно я чуть-чуть издалека начну? Хорошо. Прежде всего, мое суждение – это не суждение человека из церковной ограды. Это суждение человека из культуры. Так, это тем более интересно для нас. И я скажу так. Вот это искусство, по его логике, не может существовать без такого рода завершающего этапа. Когда некий художник рубил иконы в выставочном зале, то некий поэт, мой добрый приятель, проходя помимо, дал ему по морде. Я считаю, что без этого завершения перформанс не состоялся бы. Хорошо, но он правильно поступил. Потому что иначе, иначе, это никому не интересны физические упражнения. Шокирующее искусство, шокирующий наркотик, этот момент считает важнейшим. Оно шокирующее. Но как понять, шокирует ли оно, если на него не будет реакции? Вот реакция. С точки зрения закона, я оставляю в стороне решение суда. Я думаю, что тут можно по-разному подойти. Чужая собственность там, ну да. И так далее. С точки зрения искусства, абсолютно логичный и необходимый этап. Этап реакции. Не может существовать лирическое стихотворение без светлых слез читателя. Не может существовать драма без сопереживания. Не может существовать бытописательская проза без эффекта узнавания. Это связано. Иначе это все бессмысленно. Не может существовать шокирующее искусство без реакции на шокирующее искусство. А реакция на шок, но она всегда резкая. Поэтому, что у меня вызывает удивление, это отсутствие логики у тех, кто как бы защищает это искусство. Его не нужно защищать. Оно не требует защиты. Оно требует именно острой негативной реакции. Иначе оно не шокирует. Хорошо. Тогда эта реакция быть не должна, по-вашему? То есть мы все время идем как бы у провокаторов... Если бы мы хотим, чтобы на эту выставку никто не пришел, как на нее никто и не ходит, или не мы, а вот те, кто реагирует, вот алтарники, если бы они задумались, что нужно сделать с этой выставкой, их целью бы стало, чтобы на эту выставку никто не пришел. Но тогда не надо было ее громить. Потому что 90% узнавших о ней узнали только в связи с тем, что ее разгромили. А вам не кажется, что это просто такие первые пробные камни брошенные, вот как реакция на такой? Вот мы сейчас посмотрим, как вы это съедите. Ага, не прореагировали, следующий этап будет еще более серьезный, еще более серьезный. Не надо придавать художникам... А не художникам? Даже таким... Ну, художникам. Современное искусство сложное, там трудно определить, кто художник, кто нет. Да, вновь это так. Но не надо придавать их действиям некий смысл, некую стратегию им дарить. То есть они не ведут, что говорят. Они не знают, что говорят. А вот мы его с рогами нарисуем. О, как смешно! Все. Так, скажи тогда, пожалуйста, а почему в роли вот таких вот героев этих выставок в мире выступают православные христианские символы? Вот я что-то вот не помню... А что можно еще задеть? Ну, простите, например, вот почему-то не выходит выставка там с карикатурой на Холокост, который бродит в интернете? Нет выставки под названием «Осторожно, Кавказцы», например? Вы знаете, это у нас нет, потому что все-таки у нас страна в основном, и можно с этим сколько угодно спорить, но это очевидно, она в основном православная. И значит, православных надо тогда оскорбить. Задеть можно только кощунство по отношению к православным святыням. Вот в Дании придумали покруче, да, и поопасней. Задели чувства мусульман карикатурами. Известный карикатурный скандал. Это тоже искусство? Ну, а культура? Карикатура – это культура, это сфера, часть изобразительного искусства, ну, культура. Ничему при этом не научились, потому что французы перепечатали это уже после начала скандала, да? А там много мусульман. Вот они подумали, кого можно задеть там, чтобы была реакция. Там уж не христиане вряд ли бы отреагировали на любые кощунки. А потому что они равнодушны к своим святыням, мне кажется. Нет, еще и приучены уже. Хотят нас тоже приучить, выходят такими стратегиями? Ну, ничего не хотят. Так, отец Алексей, я еще раз говорю, не надо им дарить стратегию. У них стратегии нет, у них есть тактика. Тактика – это задеть. Задеть можно чем угодно. Ну, я думаю, что они все-таки боятся задевать мусульман в нашей стране. Спути узнают, но потом еще, знаете, тут ведь как? У нас в стране либеральное сознание сейчас, в последние годы числит мусульман среди пострадавших. В связи жертв, в связи угнетаемых. Ну да, церковь-то она никогда не была пострадавшая. Чечня, да? Вот, значит, их не надо трогать. Либеральная интеллигенция традиционно на стороне обиженных. Обиженных, понятно. Была некоторое время и на стороне православной церкви. В какое время? Выпозиционно, естественно. Да. Времена резких галень. Времена, да. Кроме вот того времени, которое упомянули, конца 50-х, начала 60-х, когда действительно не заметили. Вот я полагаю, что не заметили. И многие очень быстро за это поплатились. Вот те же молодые люди, молодые талантливые художники сначала радовались, во всяком случае, на словах. Возвращение ленинских норм. Потом им показали, что такое возвращение ленинских норм на выставке в Манеже. Их поносил последними словами Хрущев. Потом их собрали в Кременском. Ну и так далее. На даче у Хрущева. Там им объяснили, что такое возвращение ленинских норм. Тут они опомнились. Тут они опомнились, как-то посмотрели вокруг. И приход в церковь интеллигенции в 70-е, это был акт сочувствия гонимым и, может быть, в какой-то степени и неосознанный акт покаяния. Ну, может быть, давайте сейчас составим этот вопрос. И не стали церковь уничтожать. А, значит, она государственная. Понятно. А я хотел бы задать другой вопрос. А вот, может быть, вы говорите, что это такие неосознанные действия и так далее. А может быть, это просто хорошие коммерческие предприятия и вот эти вещи... Реакция о них – это просто такая реклама. Конечно, конечно. Но неосознанные, я имею в виду идеологические неосознанные, это все равно. Вы знаете, ведь в сущности они действуют по той же художественной технологии, по которой действуют вообще всякие постмодернизмы. То есть всякая реакция на такую вещь – это бесплатная реклама подобным акциям. Значит, вы считаете, что реакции, в принципе, быть не должно? Реакция, в принципе, не быть не может. Вот в чем дело. А какая тогда реакция? Какая? Вот в чем дело. Не может не быть реакции. Как на это реагировать? Вот кто-то сказал, я уже не помню сейчас, кто в ходе этой дискуссии, что... Ну вот, а как бы вы поступили, если бы вашу мать оскорбляет? Вот, слушай, у меня тот же самый вопрос, всегда оскорбляют нашего отца, нашу мать, ну, современный законопослушный человек подаст в суд. Ну что вы говорите? Ну понятно, что не только... Современный законопослушный... В Америке, может быть. Да. Времена дуэли прошли. К сожалению, можно. Ну, может быть и к сожалению. Вместе со временами дуэли, возможно, прошли и времена чести, резкой реакции на оскорбления, но они прошли. Ничего с этим сделать нельзя. Значит, вероятно, так я бы сказал. Правильная реакция подать в суд. Естественная реакция дать помочь. Спасибо большое. Скажите, вот все-таки, когда церковь выступает против подобных акций, против кинофильмов подобных, против всякого кощунства, ведь она защищает, в данном случае, не только свои собственные святыни. В данном случае, она идет, в общем, защищая основные ценности нашего общества. Опять, с вашего позволения, выскажусь как человек, ну, святый. Нет, я хотел, можно я сначала задавал вопрос. Вот церковь не молчит. А почему вот так равнодушно вообще культурное общество по отношению к этому всему? Культурное общество от церкви, я уже говорил, сильно отошло. Хорошо, но ведь это ценность не только церкви. Но и культурное общество, так называемое культурное общество, и более резкие, наиболее радикальные критики церкви не понимают одну вещь. Если вы признаете святость церкви, оставьте ее в покое. Если же вы не признаете святости церкви, будучи атеистами или, ну, неважно по каким соображениям, то тем более оставьте ее в покое, потому что с вашей точки зрения это обычная общественная организация. И как всякая общественная организация, она имеет право обнародовать свою позицию по любому вопросу. Любая общественная организация обнародует свою позицию. И никто ее не упрекает за то, что она ее обнародовала. Могут спорить с самой позицией, но с позицией церкви сложно спорить. И убить, и украдить. Значит, ругают церковь за сам факт обнародованы позиции. А, собственно, почему? Трудно представить себе обратную ситуацию. Чтобы, например, анафем строили тем, кто, я не знаю, в некоммерческих неправительственных организациях занимается какой-то деятельностью, которая с точки зрения церкви неправильная. Вреховная, да. Вреховная. Нет, этого нет. Вы хотите так сказать? Высказывайтесь. Церковь хочет так сказать. Она высказывается. Когда митрополит Кирилл высказывается по поводу важнейших проблем современности, социальных, моральных и так далее, почему ему нельзя высказываться, а Иванову, Петрову и Сидорову можно? Спасибо большое, Александр Андрамович, за то, что мы с вами смогли сегодня достаточно плотно обсудить эту проблему Кощуста в нашем обществе. Я благодарю вас за нашу беседу. И мы должны сейчас подвести итоги нашего интерактивного вопроса. Нам позвонило более двух тысяч, двух с половиной тысяч человек, двух с половиной тысяч человек. Из них большинство, абсолютное большинство считает, что настоящее произведение искусства не может быть кочунственным. То, что церковь выступает против подобных кочунственных акций, это естественно. Но ведь церковь здесь защищает не себя. Христос ведь не отвечал на плевки и удары. Церковь защищает все наше общество, то есть те нравственные критерии и вечные истины, без которых наша цивилизация исчезнет. И как странно, что в этой борьбе церковь остается одинокой. Наша программа подошла к концу. Спасибо всем, кто был с нами эти полчаса. В следующую субботу мы встретимся снова. А я прощаюсь с вами и желаю вам всего доброго. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Храни вас Господь.